Субтитры делал DimaTorzok Собирайте чемоданы большие и маленькие И вперед в Арабские Эмираты Всем доброго времени Большой чемодан, как видите, окружен высотками, тучерезами и небоскребами Эти вертикальные линии указывают наверх Намекают, мол, все звуки там Меня зовут Руслан Фаршатов Наши акустические приключения в стране под названием Объединенные Арабские Эмираты Начинаются По чемоданам Задача небольшой команды большого чемодана, оказавшись на один день в другой стране Найти все ее звуки Ну или почти все Находим, записываем и помещаем на акустическую карту мира Свои аудиопоиски мы ведем, прибегая к помощи подсказок соотечественников и всей интернет-планеты И еще Нам во что бы то ни стало, нужно различить местную известную песню И попробовать заработать на ужин Мы же странники Важная деталь Собирая свой чемодан в планетарную медиатеку Мы ни в коем случае не претендуем на энциклопедичность Для этого написаны тысячи путеводителей Наша цель лишний раз убедиться в том, что весь мир большой чемодан Находить звуки в нашем акустическом путешествии нам, на самом деле, помогает огромное количество соотечественников Которых мы, в свою очередь, находим в социальных сетях Но в каждой нашей программе есть главный аудиоподсказчик Это может быть известный актер, телеведущий или музыкант В общем, медиаперсона Здесь, в Шарже, попасть на фестиваль света Нам предложила солистка группы Чили Ирина Забияка Ее необычный голос знают все Много шума, много света Все ближе к вечеру А вот песню уже пора сейчас учить Итак, большой чемодан в городе Шарже Это один из семи объединенных Арабских Эмиратов Город славится тем, что очень культурный, очень правильный Вот я акцентированно выделяю голосом Очень культурный, очень правильный Еще когда только собирали чемоданы Все знакомые в один голос сторили Там снимать нельзя, тем более петь А еще нельзя ярко одеваться Ну, камера, стопить Понятно, к женщинам близко не подходим Но для нас ни петь и ни снимать Это, как говорит мой папа, гибель орла Вот по части одежды мы все учили Из вызывающего на мне только бабочка Смотрите-ка, девчонки в ярком И камеры не боятся Наверное, не местные Кстати, в Эмиратах всего 20% коренных жителей Остальные приезжие Друзья, мы находимся на обзорном колесе Он называется «Глаз Эмиратов» Посмотрите, посмотрите Вот в каком... Здесь видно просто вот всю Шаржу Рядом со мной молодой человек по имени Ясер Ясер? Вы откуда, Ясер? Джордан А, Ярдания Ярдания и друзья Ну, значит, Ясер точно знает эту песню Ты знаешь этот песен? Хабиби, я не Я не, я лели В большом чемодане вечная дилемма Оператору хочется отснять пошире и повыше А мне надо песни учить Почаще и подольше Ну, вы помните Точность мелодии и качество произношения Прямо пропорциональны количеству порций на ужин Регулярно разрешаем спор на самых высоких точках города Пшимо? Пшимо Мам ту хвили, пшимо на очи Не знаю это слово На этот раз песня арабская Называется «Хабиби» У нас в стране знают это слово благодаря бразильскому сериалу Ясер ищет текст песни «Хабиби Яэйня» Чтобы помочь разобраться в ней Я не вся хороу Ты не надо Ты не надо Я не надо Нака Ты не Dais Нак Век Говоря кратко, Шарджа это анти-Дубай, абсолютно сухой Эмират. Вы понимаете, в каком смысле сухой. Нет алкоголя, кальянных и ночных клубов. В общем, ни дыма, ни шума, ни звона. Зато жизнь и отели здесь дешевле, чем в соседних Эмиратах. А все дубайские развлечения буквально под носом, 10 минут. Так что неудивительно, что несмотря на свою консервативность, Шарджа пользуется неизменной популярностью среди туристов. Строгий, чистый, подтянутый, солидный Эмират. Такой, знаете, большой вылизанный до блеска семизвездочный отель. Но шампунь здесь не только сам город. Мы прибыли в конный клуб, но непростой. За моей спиной находится главная площадка конкурса красоты арабских скакунов. Здесь все по-другому. Здесь настоящая школа моделей. Сейчас в этом убедимся. Перемещаемся туда, где обитают звезды модельного бизнеса. Не преувеличиваю нисколечки. Это самая настоящая модельная школа для аравийских красавиц и красавцев. Кругом чистота и запаха нет. Закрыть глаза и ни за что не догадаешься, что ты в конюшне. Только если по звукам. Конюх Ахмат нам показывает лошадь по имени Дрим. Мечта. Она чемпионка Австралии. Ее стоимость 500 тысяч долларов. Вот Ахмат пытается подозвать полмиллиона к себе. Они как будто не слышат. Не знает Ахмат, что к свистящему деньги не приходят. 14 лет длится карьера супермодели. А потом мечта рождает новую мечту, которой уже 10 месяцев. Вот живой пример того, что доллар растет на глазах. Инфляции не пахнет. Здесь, в конюшне, мы не услышали ответ на вопрос, ржет ли арабский скакун как-то по-особенному. Но то, что выглядит совсем иначе, видно сразу. Значит, смотрите. Арабский скакун. Что бросается в глаза? В глаза и бросаются большие и выпуклые. В зубни смотрим, смотрим на лебединую шею. Как она такой становится, расскажу позже. Небольшая пирамидальная голова, гладкая кожа, широкие скулы, большие ноздри. Но главное – это ноги. Эти ноги, как говорят арабы, пьют ветер. Пьют ветер. В этом поэтичном сравнении все отношение древних бедуинов к своему четвероногому брату и другу. Во время конкурсов красоты у скакунов оценивается благолепие головы и шеи, ноги, пропорции тела и изящество движений. А вот сейчас, внимание, для того, чтобы строго из жюри все это увидело, по периметру площадки расставлены специально обученные люди, которые профессионально шумят и резко двигаются. Аравийц пугается, начинает метаться, а судьи внимательно рассматривают. Петушиный хвост торчит, как видите, всегда при любом виде быстрого аллюра. Еще одна отличительная черта. Что касается звука. Аравийские скакуны здесь, в модельной школе, издают свое иго-го только перед обедом и когда мимо проводят кобылицу. А так не дождешься. Чем тоньше, тем красивее. Все как в модельном бизнесе. Видите, этот черный шарф – обязательный атрибут тренировки. Он для того, чтобы шея оставалась тонкой. То, что верхом на скакунах когда-то летали по пустыням, никто уже не помнит. Теперь только так. За машинкой и не очень быстро. Такой вот у любедушки фитнес. После каждой тренировки душ. По выходным всех везут в бассейн. Обратите внимание, как все проходит тщательно и бережно. В финале – боди-лоушен. После этого скажите, может еще что-нибудь удивить? Ну что, друзья, вводная процедура закончена. Возвращаемся в стойло. Да? Итак, объединяем все звуки, здесь записанные. И под общим названием «Арабский скакун» помещаем на акустическую карту мира. Двигаемся дальше. У входа в старейший рынок Аль-Арса нас встретила толпа девчонок. Видимо, в школе большая перемена. Я им про Хабиби и про Ясахараэни, а они хихи да ха-ха. Вспомнился Карний Иванович. Но не слушали «Газели» и по-прежнему «Галдели». Мы гуляем по старейшему рынку Аль-Арса. Здесь раньше были только арабы, а сейчас только туристы. Хочу показать вам одно место. Здесь шьют дишдашу, всем известную арабскую одежду. Обратите внимание, работают только мужчины. Туристы на рынке Аль-Арса наплывами. То их много, то их совсем нет. Конечно, это уже не тот рынок, каким его знали сто лет назад. Шарджа долгое время была торговой столицей стран Персидского залива. Значение туризма растет и превращает восточный базар в тихое место с фольклорными сувенирами. Но есть. Есть в Шарджа рынок, который сохранил шум и запах настоящего базара. Я, кстати, так ничего не приобрел. Поехали. Впервые в большом чемодане, друзья, мы ловим шум самого настоящего рыбного рынка. Здесь, на этих прилавках, два раза в день можно купить все то, что наловили рыбаки Шарджа в Персидском заливе. Дирхам. Да, дирхам. 30 дирхам. То есть добавляем ноль, друзья. 300 рублей вот такой окуленок стоит. Нормально. Да. Только на первый взгляд суета и неразбериха. Приглядишься – полный порядок. Смотрите, торговцы раскладывают лед и затем каждую рыбку, как денежную купюру. Бережно и аккуратно. Казалось бы, рынок рыбный, а бабочки тоже встречаются. Туристов практически нет. Только местные и закупщики из рыбных ресторанов. Да, на втором ярусе ждут своей очереди пернатые дармоеды. Сидят уверенно и чинно. Никуда не торопятся. Еще раз убеждаюсь, что в Шарже все и все на своих местах. От шумного рынка вправо и мы уже на месте, где швартуются арабские судна Дау. Тоже шумно. Еще бы. Перед тем, как улов доберется до ледяных лавок, специальный человек проводит аукцион. Шумно проводит. Это посредник между рыбаком и торговцем. Все и все на своих местах. Пытаемся быть похожими на эмиратцев. Аккуратно упаковываем звуки рыбного рынка Шаржи на акустическую карту большого чемодана. Авиакомпания Air Arabia – крупнейший лоукост Ближнего Востока. Более 80 направлений. 10 лет успешной работы. Для бизнеса и для отдыха. Регулярные вылеты из Уфы в Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Индию и Непал. Высокий уровень сервиса и комфорта. Неизменно низкие тарифы. Бронируйте билеты на сайте airarabia.com и в агентство города. С Air Arabia вы сможете летать чаще. Ну что, друзья, позабыты хлопоты, остановлен бег. Да, нас предупреждали. Петь на улицах Шаржа нельзя. Но мы должны в этом убедиться. Иначе никто не поверит. Я не я лели, я в Сахараен, бен хер в лели. Хабиби, я не я лели, я в Сахараен, бен хер в лели. Очередной урок арабского и вновь убеждаюсь, что народ здесь открыт и доброжелательен. И это миф, что здесь все такие строгие. Я ле, я ле, я ле, я ле, я ле. А где я могу петь? А где я могу петь? Мы продержались ровно минуту, друзья, пока все говорит о том, что мы останемся без ужина. Это для нас? За что? Вот это да, ребят. Наша съемочная команда. Если без еды, то без воды точно не останется. Если бы дело проходило не в Эмиратах, то никто бы не поверил, что в этих рюмочках не разогревающий напиток. Что это? Отлично. Вот так нас решили угостить. Не часто такое бывает в чемодане. Не сытно, но приятно. А шляпа пуста. Меняем локацию. Можешь сыграть со мной здесь? Может, тогда подыграешь на барабанах? Шейкеры? Продавец, скорее всего, в Филиппине. Петь вместе не соглашается. Мало того, просит идти на тот берег. Подальше. Звучная реклама для его лавки? Я вас умоляю, не надо. Если бы первая попытка оборвалась на второй минуте, то тут мы даже рта не успели открыть. Текст примерно такой. А ну-ка, убери свой чемоданчик. И далее три раза. А я ему отвечаю, и тоже три раза. А я не уберу свой чемоданчик. Промизон. Промизон. Что это промизон? Снебарк. Он не может говорить мои слова. Он не знает, как это промизон. 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 Ну нет в моем словарном запасе такого слова. Я так понимаю. Идем в библиотеку за словарем. Промизон. Пормизон. Говорил мама. Учи английский. Мархаба. Снять обувь. А, гитару. Здесь? Да. Друзья, мы в мечети Аль-Нур. Записываем азан в исполнении имама по имени Муртаза. Он не боится камеры и разрешает снимать все, что нам необходимо. Гортано звонкий голос Муртазы, слова и тембр рождает силу, как мне кажется, способную точить камень и высекать на меди узоры. Пишка. 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 я отношу ей азан, это безусловно песни, благозвучие которых напрямую зависит от исполнителя. И оказывается, это каждый раз импровизация. Разговаривать с Муртазой одно удовольствие. У него абсолютно открытый взгляд и он как будто никуда не торопится. А вы читаете азан с минарета? Азан – это приглашение на молитву. И это звучное действие всегда разносилось по городу или деревне с помощью минарета, башня, без которой мечеть невозможна. Муртаза легко соглашается подняться, и там продолжить разговор. 13 лет Муртаза работает в мечети и за это время ни разу не поднимался на минарет. Чувствуется, что здесь давно не ступала не то, что нога журналиста, но и служителя мечети. В древние времена, что делали муадзины для того, чтобы их услышали? Может так? Он поставил его на ногу, так вот, и называл Азан. Он иногда называл «райт-лэф», чтобы оставить люди «райт-лэф», «райт-лэф», «райт-лэф». И «райт-лэф», чтобы его услышать, и «райт-лэф» и «райт-лэф». Ааа. И мы не нужны очень сильный голос, потому что микрофон 釘 свой голос в любом месте. Но раньше, они выбрали человека, который имеет очень сильный и красивый голос, чтобы сделать Азан. Вам не страшно? Нет, здесь? Да, нормально, потому что у вас друг друга. Спасибо, Мартаза. Спасибо, все время. Друзья, мы находимся в марокканском ресторанчике. Рядом со мной Мурат. Мурат? Мурат, да. Человек легко просто согласился познакомить нас с музыкальным, народным арабским инструментом. Что это? Это Уд. 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 Да. Дамы и господа, Его Величество Уд. Главный музыкальный инструмент всего арабского музыкального мира. Уд – самый настоящий инструмент-путешественник. Родиной считается Индия. Первые изображения играющих на Уде были обнаружены в Месопотамии, а это второе тысячелетие до нашей эры. Итак, Персия, оттуда в Испанию, далее по всей Европе. Там на Уде появились лады, и арабский Аль-Уд трансформировался в лютню. По мере странствия этого инструмента количество струн менялось, но всегда оставалось парно. В 19 веке на лютне Европа практически перестала играть, зато в арабских странах он до сих пор господствует повсеместно. Субтитры делал DimaTorzok Классический Удда четырехструнный, у каждой по паре. У Мурата семь пар. Полное название – Аль-Удда, переводится с арабского как «струната». Есть еще два варианта – «лебединая шея» или «подобно утке». Та лебеди еще далеко, действительно утка, с выпечной вперед грудью. Огромная честь спеть под аккомпанемент этого древнейшего инструмента, тем более, что многие считают его прародителем гитары. Мурат попевает нехотя, но перекличка арабского настоящего, типа арабского, или не арабского типа, продолжается. Теперь понятно, откуда эти мелизмы в арабской песне. Мелодические украшения, этакие кудряшки и завитушки – это все диктует Удда. Слышите? Партнер проекта – туристическое агентство «Руэкс». 14 лет надежной и профессиональной работы на рынке туриндустрии. Телефон в Уфе – 284-73-17, 235-79-19. Вторая серия нашего приключения под названием «Попробуй спеть и заработать в Эмиратах» продолжается. В предыдущей части у меня было две с половиной попытки это сделать. Ну, шляпа пуста, а нас отвели туда, где должны объяснить, что такое «Промизен» или «Пормизен». На мой главный вопрос, почему петь нельзя, дипломат по имени Хамид очень тактично и сдержанно отвечает. На что я демонстрирую то, о чем пою. У Хамиды есть и на это объяснение. Итак, друзья, «Пормизен» – это разрешение. Петь можно, но только согласовав с руководством. Еще раз убеждаемся, что в Шарже любят порядок, и это желание соблюдать его во всем и всегда достойно уважения. А где же тогда можно спеть? У нас есть мюзик-центр. А где? Пойдем, пойдем. Как вам, друзья, картинка? И самый главный звук. Местный житель по имени Хамид, деждаша и гутри поет кантри. Да, гутри – это мужской головной платок. И он под эти звуки очень напоминает ковбойскую шляпу. Сейчас иностранец в пиджаке и бабочке даст свой американский ответ. Такой ринг музыкальный. Теперь по всем законам шоу-бизнеса совместный номер. Не могу понять. Но вот как-то в целом картинка все равно удивляет. Поющий под гитару в арабской одежде. Вот поражает и все. Наш дикий-дикий квест, который начался практически с ареста, не заканчивается. Мы поднялись этажом выше, а здесь музыкальная школа. А вот и директор Курат. И сейчас понятно, для чего все это было. В большом чемодане еще один арабский музыкальный инструмент – канун. Звучит музыкальный инструмент – канун. Звучит музыкальный инструмент – канун. Звучит музыкальный инструмент – канун заканчивается. А звук кануна отправляется на большую акустическую карту мира. Большая часть арабских миров – это, конечно, пустыня, которую арабы постепенно и старательно превращают в грандиозные мегаполисы. Мы сейчас находимся на границе между старым и новым миром. За моей спиной пустыни Шарджа, куда мы отправляемся за звуком. Каким? Об этом чуть позже. А пока нам нужно приспустить колеса. Для чего я отправился в пустыню? Вопрос. Ответ на который чуть позже. Сначала то, о чем мы ждали и мечтали целый день – фестиваль света. Вернемся. Обязательно вернемся в Шарджинскую пустыню. Друзья, это по-прежнему Шарджа – культурная столица арабских эмиратов. С минуты на минуту мы ждем открытия фестиваля света. Все начнется, как только закончится намаз, и шейх займет свое место в зрительном зале. Ждем. Вот он, собственно, собственной персоной – шейх-султан бен-Мухаммед аль-Касимий III. Видный современный арабский деятель науки и образования. Историк, автор многих научных трудов и нескольких литературных произведений, в том числе семи театральных пьес. Да? А кто еще может руководить культурной столицей всех эмиратов? Но наш оператор-то, в отличие от места фотографа, его в лицо не знает. Поэтому пока правитель не занял свое почетное место в самом центре первого зрительного ряда, мы были уверены, что он снимает не того шейха. Итак, главный гость готов. Все, ребят, начинаем. Фестиваль света и звука Шарджа. Поехали. КОНЕЦ А сейчас деталь. Муниципалитет Шарджа, как и все правительственные здания и мечети, песочного цвета, что, кстати, тоже придает определенную строгость общему виду Эмирата. Никаких тебе цветных куполов золотой отделкой. Их как будто бы забыли раскрасить. И только раз в год на одну неделю все самые значимые архитектурные строения города можно увидеть в прямом смысле слова в новом свете. Посмотрите, это же дворцы из тысячи и одной сказки Шахризады. Эффект достигается с помощью 10 мощных проекторов, расставленных по кругу. Дорого и масштабно. Это по-эмиратски. Здание то рассыпается, то взлетает. То рушится, то растягивается, то складывается. Как это технически выполнено, представить сложно. Также сложно представить, сколько такое шоу может стоить. Ну, меркантильные мысли в сторону. Просто наслаждаемся и представляем, как можно было бы раскрасить здание родной администрации. Ирина, здравствуйте. Ирина, слышите меня? Да, Руслан. Только что видели, наблюдали открытие фестиваля света. Сейчас вот мчимся на следующую площадку. Это потрясающее зрелище. То есть все, как и предполагали. Конечно, я думаю, что описывать все это бессмысленно, потому как нужно самому все видеть, все слышать. Потому что там, где много музыки, много света. А сейчас куда мчишься? Честно, не знаю, куда едем. Вот поймал такси, мне сразу же сказали, где находится следующая площадка. И сейчас мчимся туда. Говорят, там будет представление на воде от французов. Фестиваль света. Ну, получается, это стоило того. Ну, это сложно передать словами. Я очень надеюсь, что в следующем году вам удастся самой там побывать. Конечно. Всей команде Большого Чемодана Большой Привет. Звуков вам побольше. И буду следить за вашим наспенем. Спасибо большое, Ирина. До связи. Ну, вот и современному искусству, в котором трудно разгадать смысл, тоже есть место в строгой шарже. Всю неделю французский театр шумит и прямо на воде. Ничего не понимаешь, но смотришь завороженно. В искусстве смеется тот, кто ничего не понимает. Это однажды сказала мне одна бабушка в Эрмитаже. Акустическая карта одного из семи Арабских Эмиратов заполнена. И на ней, помимо фестиваля света, есть еще что послушать. Давайте резюмируем наши большечемоданные аудиопоиски. Конный клуб Шаржа оказался богат звуками. И не только ржанием арабского скакуна. Кто-то, может, и ржет, а кто-то шуршит. Как помните, совсем не купюрами. Два восточных базара встретились на нашей звуковой дорожке. На одном из старейших мы услышали, как шьют белые арабские одежды. На другом, как продают, раскладывают, перетаскивают дары Персидского залива. Азан в исполнении имама Муртазы. И сказать тут нечего. Музыка кануна щипкового музыкального инструмента скрасила урчание нашего пустого живота. Без ужина остались. Особое место на шаржинской акустической карте принадлежит древнейшему музыкальному инструменту. С коротким названием УДДА. Наверняка есть звуки, которые мы пропустили-упустили. Пишите нам имейлы. До загрузим. Партнер проекта – авиакомпания «Эйр Арабия». Регулярные вылеты из Уфы в Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Индию и Непал. Бронируйте билеты на сайте airarabia.com и в агентствах города. Впервые в большом чемодане, друзья, нам не удалось заработать на ужин. Мы честно пытались это сделать. Но закон есть закон. Поэтому… Ничего не остается, как спеть солнцу, небу и аравийским пескам. Хабиби яйне, яйне лейли, ям сахараэн, бэн хэр в лейли. Валя штайне, вахьет аюнак, ям фарайне, штайне лаюнак. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok